всем привет яркий фотомаркет яркие фото новости с вами илья в этом выпуске мы узнаем цифры история про диджай маленький который смог серые представили свой новый объектив 85 1.4 появилась интересная интеграция лейка с айт хэр надеюсь правильно произнес и можно купить что-то удобное а может быть уже нельзя поговорим о новой микрофонной системе не от кого-то от самих сенхайзер вилтрокс 135 уже появился а может быть еще и нет nikon начинает разработку нового кино объектива ну и конечно главная новость это большой релиз canon canon выпустил можно сказать даже 5 новых объективов и об этом мы безусловно поговорим потому что есть там что называется один нюанс так что этот выпуск будет ну очень горячий на новости так что рекомендую подписаться на канал поставить видео лайк заочно приготовить себе страшный напиток и мы начинаем но сначала мы поговорим про цифры и bcn рэнкинг сегодня про рынок видеокамер видеокамеры это типа камкодеры подает все которые вот так вот ходишь когда-то были очень популярны если обратить внимание с 21 года у нас идет график и компания panasonic тогда лидировала то есть 50 процентов было индустрии вообще серьезная заявочка а рядом кто-то был там с 20 даже меньше чем с 20 процентами однако конкурентов становилось все больше появился ну как появился он был но тем не менее начинал расти инста 360 gopro по на диджай и sony тоже присутствовали но диджай присутствовал на рынке 7 и 3 процентов а сейчас он на рынке в 37 и 7 процентов причем обратить внимание вот буквально месяц назад месяц назад пару месяцев назад он был практически но не практически 50 но там 40 с чем-то 47 что-то вот немножечко случилось сейчас покажу и теперь диджай первый 37 7 процентов где-то там рядышком есть sony gopro и panasonic вот где-то вот здесь это все находится инста 360 пока идет практически последним а вниз уехали почему-то gopro но такие вот дела там где-то плюс-минус 10 процентов другие плюс-минус там 15-20 процентов да и диджай и вот только недавно вот panasonic как-то взлетел интересно что они такое выпустили а диджай стал вот таким и тут конечно же вы спросите а что это за видеокамеру диджай эту видеокамеру диджай вот такая вот osmo pocket 3 возможно вот эти вот всплески у диджай это как раз другие osmo pocket и если мы посмотрим с вами конкретно по продуктам то оказывается что диджай и osmo pocket 3 24 3 процента только диджай и osmo pocket 3 дальше фигурирует hero 12 black и вот как раз вот камкодеры до которые ну я не знаю пользуются если вы камкодерами или видели когда последний раз человека которым пользуются тем не менее ими пользовались но сейчас все забрал диджай что тут хочется сказать ну во первых osmo pocket 3 это действительно клевое устройство которое ориентировано конкретно на влогеров не заигрывание с влогерами типа ой смотрите мы вам дам вот такую щепоточку на функции сделали которые реально не используются периодически блогерами влогерами а осмопокет реальное устройство которое направлено именно в этот сегмент и оказывается в этом сегменте есть деньги которые позволяют например диджай сейчас стать первыми и вот интересный момент заключается в том что если компания что-то выпускает понимает боль своей аудитории знаете такие профессиональные понятия более аудитории вот то они могут решить эти проблемы и соответственно публика отреагирует потому что действительно хочется какое-то решение осмопокет кстати не самая дешевая камера на секундочку поэтому тут можно сказать что за пару лет до диджай просто из отстающих стали лидерами не поучительная ли эта история дорогие друзья мне кажется поучительный надеюсь другие производители тоже будут смотреть на наши с вами потребности закрывать их и будет тогда у этих производителей все хорошо компания сируи сируи и сюррей то как произносят выпустили такие новые 85 1.4 они выпустили ваще в прошлую пятницу на просто новости готовится раньше чем выпуск поэтому попали в эти новости ну что же давайте посмотрим вообще это первый автофокусный объектив который есть у сируи будет он стоит 600 долларов сейчас можно немножечко побыстрее если возьмете будет стоить 500 долларов поставляется он в нескольких байонетов это sony это fujifilm и это nikon ну понятно fujifilm на кроп получится тем не менее компания сируи утверждают что объектив будет высококачественным хорошим и так далее как любят делать некоторые китайские производители ну во первых пишут что-то стандартная серия большая апертура вот это вот все что все будет удобно и приводит вот такую вот смежную таблицу и где есть объектив бренда а и бренд б где наверное не сложно догадаться что это объективы sony и объективы сигма ну как то так не сильно старались ребята это как-то скрыть и вот у нас есть передний фильтр на 67 миллиметров то есть объектив поменьше чем конкуренты полегче чем конкуренты а также также стоит дешевле причем по сравнению с брендом и давайте бренд с автор тоже будет бренд с неудобно гораздо меньше по стоимости 15 лепестков диафрагмы 14 элементов в девяти группах где есть асферический элемент ед элемент две штуки hr и глаз три штуки каутинг различные то есть покрытие различные так далее то есть показывают что все оказывается хорошо и замечательно но единственно что здесь оставим мотор идет но правда вот в бренде вот этом вот бренд бит тоже ставим мотор но в бренде и линейный мотор там все все хорошо тем не менее действительно интересно как этот объектив будет рисовать потому что мы знаем объективы типа мэйки который стоит относительно недорого например 85 14 ну и в целом сейчас много объективов не оригинальных да то есть не бренда sony например которые выдают очень очень хорошее качество картинки и это не мудрено потому что например вот там рон французскому журналу заявили что они сосредоточиться на зумах а на фиксах сосредотачиваться не будут но если вы знаете кто основной акционер там рона то наверное этот основной акционер как раз бренда эй как-то договариваются или переговариваются в общем знают политику друг друга и там все хорошо и вот китайские производители они конечно пока вроде как не участвуют в этих прекрасных схемах а может участвуют тоже узнает и есть возможность выпускать какие-нибудь интересные объективы в принципе если он будет стоит порядка 60 тысяч рублей то и будет действительно хорошим хотя бы будет таким же как сигма то это уже на самом деле достаточно большой прорыв для осеру и посмотрим что нового они будут выпускать потому потому что первый объектив который вот задает такую планку это конечно хороший знак возможно мы получим второй вилдер x что был бы к очень даже хорошо ну в общем ждем а про вилдер x мы еще поговорим если вы смотрели наш прошлый выпуск и знаете что м системе 70 лет и вы хотите и даже прикупить им систему ну или хотя бы q3 до подешевле да не м система подешевле да вы думаете а в чем надо выйти к людям чтобы вас оценили лейка подумала о вас и поэтому в содружестве с брендом а с я извините не знаю как он правильно называется придумали вот такую вот куртку куртка необычная во первых она очень стильная это важно куртка хорошая смотрите как она красиво сидит парализиренные молнии есть места для флешек смотрите как много карманов даже сзади карман ну лейка естественно должна быть иначе иначе зачем это все и вот такая вот прекрасная куртка она конечно в лимитированном издании их всего 125 штук а стоит эта куртка 800 долларов правда вот судя по сайту все они уже sold out есть но может быть конечно купили перекупы и скоро мы увидим все это на авито но тем не менее будут 80 тысяч за курточку в которой вы можете красиво положить аккумулятор от своей но лейки q3 например лейки q2 не ну слегка q2 уже не серьезно ходить конечно же именно лейки q3 вот так вот это все будет выглядеть ведь вы видели там даже номерочек написан у кого соты этому вообще повезет еду я думаю 001 002 вот это все будет наверное гораздо лучше то есть вот лечку можно прям в кармашек положить это очень важно вот аккумуляторы отдельно виде как все прошито не просто так не просто так еще что можно положить ну просто а и назад можно что-то положить блокнотик а можно же книжку положить точно книжку на который также представили на 70 лет м бн эту сзади вот чтобы почитать что-то захотелось со спины и и достали ну и красота в общем я конечно немножко шучу а вот но с другой стороны лейк молодцы но не так уж много брендов реально заботятся о том в чем вы еще будете находиться куртки canon я пока не вижу куртка бэйн дайте мне пожалуйста куртка бэйн шутка такая была в общем лейка большие молодцы разрабатывают не только хорошую технику хорошие аксессуары но и с одеждой не сами а в коллабе тем не менее хочется еще каких-нибудь интересных коллабов потому что куртка есть надо штаны правильно правильно ждем штаны компания сенхайзер сделала свой первый цифровой микрофон мы все знаем компанию сенхайзер это очень хороший очень сильный бренд и у них были уже конечно же вот такие вот петлицы правда работали они не на цифровом методе они были металлические такие с батарейками вот это все серьезно стоили правда немало но тем не менее пользуюсь популярностью и были у них свои определенные плюсы но цифровых вариантов к сожалению не было и там правили диджай рады холилэнд и так далее так вот теперь появилась и появилась с какими-то определенными фишками хотя намеки по форме немножко напоминают холилэнд но тем не менее не похоже что это именно холилэнд а если холилэнд то доработанный почему я так предполагаю что ну во первых эти микрофоны стоят 300 долларов сразу с плюсов 300 долларов для сенхайзера это в принципе немного за микрофонную систему где есть два канала естественно есть запись внутрь и все в ней хорошо в целом единственное что запись внутрь идет 24 бита не в 32 как сейчас последние микрофоны но 24 бит это тоже очень хорошо уж где где этому в качестве звука сенхайзер точно не проиграет уж где где поэтому в целом в целом здесь такие стандартные решения да то есть 7 часов у нас есть есть кейс кейс кстати обратите внимание он своеобразный из этого кейса можно сделать микрофон то есть мы берем наши передатчики упаковываем их в эту коробку ну коробку нужно для зарядки понятно сверху надеваем шумодав да такая это или как это правильно назвать поп-ап поп-ап фильтр да и теперь у нас есть прямо микрофон конечно из любого другого продукта можно сделать аналогичные микрофоны вы имеют рады и так далее там отдельные палки специальные для этого но они не сделаны прямо в кейсе а тут сделано прямо в кейсе в целом достаточно удобно и интересно получился оригинальный продукт единственное что на мой взгляд он получился достаточно крупным смысле сам кейс то есть вот носить его постоянно надо собой а в сам кейс не влезет например кабель до обычный и вам придется носить его сам вот это вот кейс в комплектной сумке в общем немножко крупновато получается но с другой стороны это сенхайзер а сенхайзер это не шутки и я считаю что эта штука будет продаваться очень даже неплохо потому что в целом в целом она того заслуживает достойно ну по крайней мере мне было бы очень интересно поиграть с этой микрофонной системой послушать как она работает потому что все такие все такие качества сенхайзера знают все ценят все интересно если они действительно хорошо поработали над микрофонами то мне кажется у них будет хороший солд-аут повторюсь стоит всего 300 долларов так что если вы хотите выглядеть необычно или если хотите в аудиофилы то вот сенхайзер но это реально интересное решение в общем ждем надеюсь будут продажи теперь поговорим о анонсах и ожиданиях скажем так и будущих анонсах а именно правил так 135 1 и 8 дело в том что сначала кто-то тизерил этот 135 потому как-то пропал этот анонс теперь опять нам утверждают что теперь можно купить набить и вообще купить и появились характеристики но правда если мы зайдем на сайт вилтрекса или зайдем на тот же бич мы не увидим этих объективов опять то ли все разобрали то ли опять все назад откатили непонятно пока вилтрекс нам обещали что вот вот скоро будут продажи тем не менее мы можем посмотреть с вами уже и полностью изображение этого объектива их стало уже действительно очень много это хорошо то есть сам объектив он по корпусу напоминает аналогичный объектив например от sony да то есть в принципе здесь ничего удивительного нет и узнаем вилтрекс мы можем предполагать что все будет хорошо ну и вот у нас 82 миллиметра диаметр передней линзы сделано sony e 9 элементов 14 группах 11 лепестков диафрагмы естественно автофокус интересно кстати какой но наверное стм но тут надо уточнять и даже вес 1232 грамма но самое главное конечно же конечно это цена цена этого объектива 1000 долларов и тут надо обратить внимание ну что и пишет данный ресурс что например никоновская плена прекрасно обзор есть на канале стоит 2500 долларов canon 2100 долларов sony 2100 долларов тоже а сам янг 799 долларов ну хотя кстати интересно тоже а вилтрекс будет стоить соответственно 1000 долларов указано 899 повторюсь на сайте его нет изначально говорилось именно про 1000 долларов 1000 долларов это конечно очень хорошая цена теперь главное дождаться чтобы он был available и посмотреть на все остальные объективы потому что объектив действительно интересны но еще про некое событие не выделил бы в отдельную новость sony официально готовит мероприятие 21 22 ноября по моему мероприятие которое будет посвящено презентации новых продуктов так как это мероприятие будет судя по всему достаточно большим и много где будет проходить можно предполагать что анонсировать будут не только новый объектив 2870 f2 вроде бы сначала был 24 теперь 28 посмотрим какой он в итоге будет ну и камеру и судя по всему это будет не а 75 а а 1 марк 2 вообще характеристики 1 марк 2 по слухам можно найти уже в румерсах но там они знаете такие ну пока ничего интересного не показывать я надеюсь что действительно характеристики будут жизнеутверждающими а то есть такое ощущение что в последнее время те анонсы которые проходят они ну ты смотришь как бы что было что стало это такой ну хорошо конечно но может было и получше об этом мы кстати сегодня еще естественно поговорим но вот такие вот у нас в ближайшее время анонсы и это хорошо соневский анонс конечно же тоже ждем компания nikon заявляет о разработке объектива 28 135 pz f4 это кино объектив и давайте только сразу вот смотрите nikon говорит что будет разрабатывать объектив что такое разрабатывает и что такое анонс анонс это когда я сделал вот а будет разрабатывать ребята я собираюсь сделать вот это кстати были случаи когда не доделывали ну смысле что-то случалось и не доходило до нас поэтому это только грубо говоря анонс анонса пока не сам объектив на всякий случай а то просто некоторые другие издания говорят что же анонсирует объектив нет ничего не анонсирует потому что вообще непонятно что когда и где будет пока мы можем видеть только объектив который ну очень похож на соневский 28 135 f4 pz который вышел уже достаточно давно лет десять назад и ну как опять же мы видим что пока никакой информации нет вот картинка есть может картинка неверно кто же узнает но пока никакой информации нет с одной стороны конечно очень хорошо что nikon разрабатывает новые объективы под свои камеры до типа подкина камеры но с другой стороны с другой стороны если это действительно тот объектив который будет примерно как у sony и десятилетней давности то хотелось бы что все-таки какие-то шажки еще вперед ну то есть выпускать то же самое сейчас соневский стоит в районе двух с половиной тысяч долларов да если будет примерно то же самое ну ну не знаю соневский объектив и так можно никон через адаптер поставить если кому то очень надо да не знаем правда будет ли там работать пизет это хороший вопрос но по большому счету если и будет разрабатывать то хотелось бы видеть еще какие-то новые фишки тем не менее мы желаем естественно системе nikon чтобы выходила как можно больше хороших объективов если это будет хороший объектив кстати он должен будет работать и с ручкой ну поддерживать эту систему nikon тут наверное будет хорошо так что ждем не только анонса разработки но и анонс и конечно самый громкий анонс в фото видео мире это анонс от канон канон сервер аж 5 новых объективов но давайте в начале еще скажу про анонс который отчасти связан с фото это презентация новых макбуков и компьютеров компании apple компания был как-то спокойно их презентовал то есть не было какого-то большого события презентовали новые аймайки на м4 макбуки на м4 и mac mini на м4 они стали получше конечно же чем предыдущие вроде как если смотреть первые тесты которые не знаю откуда появляются то там на треть посмотрим что это будет тоже кстати хороший анонс потому что не только нужно обрабатывать не только нужно снимать не обрабатывать то что вы делаете с другой стороны опять же как был r5 первый в 2020 году на 45 мегапикселей r5 2 тоже будет есть на 45 мегапикселей поэтому будете ли вы больше обрабатывать другой вопрос тем не менее естественно хорошо что apple анонсирует свои новые продукты в целом это прекрасно но сейчас о каноне во первых поговорим про объектив для кропа он один для кропа это rfs 7 и 8 миллиметров f4 тут надо отметить что это объектив ну по сути помните объектив стрекоза такой или объектив для vr съемки сделан маленький компактный объектив такое ощущение что аж чуть ли не в корпусе от 50 миллиметрового объектива который будет стоить относительно недорого 450 долларов и позволит поставить этот объектив на canon eos r7 и делать соответственно vr контент вот так это выглядит как раз на или объективе вот так это выглядит на нашем объективе которыми сейчас рассматриваем то есть в принципе маленькая компактная система для создания vr контента здесь как бы все хорошо единственное что а нужен ли кому-то этот vr контент вот это самый большой вопрос который мы хотим задать потому что недавно мы читали игр кем синем ада где указывалось что в общем то как-то apple vr apple pro не зашел а кто еще дает подобный контент непонятно но 450 долларов кстати немного и можно попробовать действительно ворваться в этот мир vr контента относительно недорого то есть даже r5 покупать уже не надо можно купить r7 можно купить этот объектив выйдет вообще как бы недорого 1150 потратите да ну зато уже можно пилить такой контент может быть это тот поиск в который надо успеть прыгнуть но тут мы конечно же никто не знает зайдет или не зайдет тем не менее canon стараются они молодцы но теперь поговорим про или объективы и да компания canon анонсировала 4 l объектива полнокадровых это 24 1.4 l который vcm это 50 миллиметров 1.4 l vcm и 70 200 2.8 l z и s вот это все и будет их два цвета и тут я отдельно говорю что это два объектива потому что раньше вроде как не выпускали одновременно объективы черного и белого цвета я думаю здесь черный цвет изначально как бы казался правильным однако белый цвет нужен мы привыкли что каноновские эльки они белые вот пожалуйста есть белый объектив но давайте сразу вместе как-то как-нибудь про них говорить потому что их много да а тут по большому счету они все очень похожи чем они похожи дело в том что 24 35 и 50 миллиметров то есть 35 вышел недавно 24 и 50 вышли только-только они прям в одинаковых корпусах если вы посмотрите на их размеры 76 и 5 на 99 и 3 это все три объективы такие то есть они абсолютно одинаковые абсолютно одинаковые и у них есть одинаковые моторы то на на весом и весом у них нет оптических стабилизаций у них 11 лепестков диафрагмы у них ну чуть-чуть конечно может быть разное строение в плане оптических групп потому что в двадцать четвертом это 15 в 11 в 50 это 14 в 11 но в принципе чуть-чуть разное может быть количество линз необычных но тем не менее достаточно похоже все-таки и строение естественно есть различные коутинг то бишь покрытие и так далее апертура у всех f16 этих трех объективов чуть-чуть разная минимальная дистанция фокусировки что вполне логично естественно пылевлагозащита и корпуса все такие же как у 35 14 то есть есть кнопка то есть кольцо диафрагма который будет работать на кинокамерах на r52 на r1 и так далее на r62 не будет работать мы сначала думаем что прошивка из 35 поедет наверно не пойдет давайте все-таки забудем про это так работать не будет на и вес 515 грамм 24 и 580 грамм у нас будет весить 50 в целом в целом зачем это нужно обратить внимание что 24 105 будет такой же по размерам как и 70 200 то есть туда отличительная черта 7200 нового от старого помимо того что здесь привод автофокуса помню все-таки будет получше уже работать чем на стороны на старом хорошо работал но здесь еще можно поставить телеконвертеры на старом рф-объективе нельзя было поставить телеконвертеры по стоимости это 1500 долларов 24 1400 долларов 50 и 3000 долларов 7200 абсолютно нормальные цены потому что 35 стоил 1500 долларов соответственно 24 и 50 примерно то же самое ну и 24 105 и 7200 стоят одинаково а старый рф-7200 стоил 2700 долларов но сейчас может быть чуть-чуть снизился на бич по крайней мере снизился так вот ну и кстати да тоже размер обратите внимание у них у старого и нового один уточнял у 24 105 тоже одинаково здесь логично забавный факт что 70 200 черные весит 1110 грамм а белые 1115 грамм то есть белый на 5 грамм тяжелее не очень важная информация тем не менее она присутствует и в принципе те обзоры которые появились они стали прям сыпаться как обычно естественно они нам говорят о том что объективы хорошие все замечательно и ну как бы надо надо покупать и все естественно однако есть такой прекрасный канал cvp это канал такого видеомагазина в англии очень хороший если вы любите технические темы они взяли и начали тестировать многие блогеры говорили что эти объективы в бета-версии да то есть пока не будем показывать вам характеристики некоторые показывали как снимают объективы но с коррекциями но если отключить эти самые коррекции то объективы выдавали не лучшее значение 70 200 все хорошо тут вообще сразу все хорошо с 50 35 и 24 есть нюансы и самые большие нюансы у 24 сразу вопрос почему это могло произойти дело в том что здесь явно canon он и говорит конечно гибридные объективы гибридные это для фото и для видео то есть для видео важно чтобы объективы были одинакового размера чтобы их удобно было менять чтобы на стабилизаторе не надо было какую-то развесовку новую делать если вы на ригах используйте тоже удобно короче вот чтобы размеры были одинаковыми а если размер одинаковые у разных объективов то есть 24 50 как вы понимаете отличаются то какой-то объектив может страдать чуть больше и в данном случае получается так что 24 страдает больше вы можете спросить чем страдает но вот например если взять и поставить этот объектив отключив все коррекции на red правда тут на red ve raptor тут надо правда уточнить что на red ve raptor это хоть и crop камера то ширина матрицы там 40 миллиметров да и поэтому мы видим вот такое вот винетирование которое ну достаточно большое а если мы посмотрим с вами на дисторсию с отключенной коррекции то на 24 это будет выглядеть вот так это немало мягко говоря да за объектив за 1500 долларов на 35 получше на 50 еще получше и в целом есть вот такой вот нюанс в принципе тут наше сообщество как бы немножко разделилась многие люди когда увидели эти картинки которые дошли до этого обзора или посмотрев известных российских блогеров сразу стали поливать canon у меня есть тоже кое-какие вопросы да и даже разочарование определенные но тем не менее тем не менее с коррекции вроде как все работает и люди спрашивают в чем проблема если с коррекция работает то все хорошо ну наверное ни в чем просто немножко станем немножко как бы как это сказать то вам не напрягает а беспокоит тот факт что вот это вот программно-аппаратная часть они настолько сливаются что мне кажется скоро производитель зачем делать производитель очень сложную оптику которая стоит дорого если процессор и так все вытащит вот это за это я немного переживаю тем не менее тем не менее спасибо ребятам и себе классные ребята пишите на них тем не менее здесь вот у нас получается в принципе логичная история от canon то есть ребята из канона решили сделать универсальную оптику для фото и видео ну естественно с закосом под видео и в принципе в 24 105 работает отлично есть обзор на канале 7200 я уверен будет работать отлично 35 50 тоже хороший с 24 без коррекции немного грустновато но в общем то и все остальное все хорошо единственное надо понять как роллай это работает на видео видит ли он видит ли камера от объектива корректирует любой если она его корректирует то возможно это просто такие знаете мы просто хотим поставить на тут то что великий canon сделал что-то плохое помните фильм железный человек и там когда тони старк пришел к герою микки рурка когда тот был в тюрьме герой микки рурка говорит ему что люди любят когда лидером там да не лидером но в данном случае там канону пускают кровь и чтобы позлораться над этим поэтому я конечно же уверен что у канона с точки зрения продаж будет все отлично и просто я вот от себя бы хотел пожелать чтобы вот это все таки программно-аппаратная часть я не против что камера помогает объективу но хочется чтобы объектив все равно был хороший даже без этой самой помощи пусть помощи он будет великолепным и отличным на без помощи просто будет так будет очень хорошим тогда я бы просто радовался и сердце мое бы пела и плясала тем не менее канон сделали очень крутой анонс строят свою новую систему на своих новых моторах и явно будут что-то додиктовать я думаю что не не удивлюсь если другие производители последуют этому примеру хотя этот пример был уже у панасоника например с их объективами 18 но там немножко все попроще поэтому и негодование такого нет но и все-таки панасоник не канон на канон гораздо больше внимания чем на панасоник ну тут надо сказать что извините во первых полтинник обновили 1.4 старый полтинник 93 года до 93 года 30 лет 30 лет полтиннику наконец-то обновили а это разве не праздник этот праздник в общем радуемся за канон посылаем им лучи добра на 24 можно положить подорожник немножечко чтобы ему стало немного получше и попроще но вот такова цена задумка то в целом хорошая но вот здесь двадцать четвертый чуточек не радует есть есть такое к сожалению есть такое тем не менее за канон держим кулачки ждем анонсоне посмотрим как они сделают свой 2870 f2 посмотрим и не будем ли мы также разочарованы а может у нас такие уже большие ожидания тут большой вопрос вот и все новости которыми я хотел с вами поделиться все ссылочки будут в описании естественно как видите новость новостей было а много и они ух какие вы знаете что 30 числа творилось когда канон все это выпустил до сих пор гремят ничего скоро еще обзоры пойдут от любителей sony там просто уничтожать будут бедный канон я все-таки не одобряю некоторые моменты но закапывать канон уж точно уж точно рано у канона точно все хорошо напишите ваше мнение как читаете правильно сделал дан неправильно сделал канон ждете вы новый объектив от nikon да за кого я обманываю все прокан будут писать потому что самая яркая новость возможно но не месяца но но недельки точно дайте знать что вы думаете в комментариях с вами был я спасибо за просмотр пока